Берегите свое здоровье и здоровье врачей, иначе лечить больных, которых в любой момент может стать больше, будет некому. Но есть те, кто при наличии характерных симптомов коронавируса, недавно вернувшись из другой страны, первым делом отправляется к врачу. Как в эти дни не остаться без помощи семейного врача? Один несознательный человек, который пять дней назад вернулся из-за границы, которому нужно изолироваться, явился ко мне в практику семейного врача. Теперь работники моей практики находятся в изоляции. Мне повезло. Меня в тот момент не было в помещении. Такой пост на днях появился в социальной сети Facebook. Семейный врач Элзе Салмини осталась без медсестры и регистратора. Сама она вышла в магазин, но не вернулась. Ее коллеги предупредили об опасности по телефону. Теперь сотрудники сидят дома и ждут результатов анализа своего пациента. Член правления Ассоциации сельских семейных врачей Гунта Тицмана просит латвийцев отнестись к визитам к врачу ответственно. Хотелось бы спросить наших пациентов, быть очень осторожными, думать о своем здоровье, о здоровье окружающих и, конечно, о медицинском персонале. Если мы заболеем, тогда наши практики надо закрывать. Особенно важно это в региональных практиках, потому что если мы закрываем свои практики, это значит, что наши пациенты остаются вообще без медицинского обслуживания. Чтобы этого избежать, Национальная служба здоровья уже ввела некоторые изменения в работу врачей. По возможности нужно соблюдать дистанцию в любых ситуациях. Первое, что должен соблюдать каждый пациент перед тем, как отправиться к врачу, нужно позвонить и узнать, в какое время можно прийти и нужно ли вообще приходить. Может быть, можно обойтись консультацией по телефону. Если же врач вас записывает на прием, нужно прийти в конкретное время, чтобы около кабинета не образовывались очереди. Теперь и в острый час тоже обязательно нужно записываться. Еще одно изменение. Телефон для консультаций семейных врачей 6601-6001 теперь работает круглосуточно.